Итак, с вами ВВГ, мы продолжаем играть за теперь уже западную Франкою, мы неплохо так подросли, но с ростом, с новыми силами приходят новые ответственности и новые проблемы. У нас есть вассалы, которые хотят от нас отсоединиться, их армия на самом деле чуть другая, но почему-то не перерасчитывается на старте, через только сразу какое-то время. Тем не менее, да, есть вот этих вот два парня, которые хотят съесть на престол, нам придется с ними как-то разбираться, и я думаю, мы с этим справимся. Вы, кстати говоря, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, а у нас впереди много дел, поехали. И главой династики с игрой остался вот этот парень, видим, потому что он либо чуть сильнее, либо мы еще молодые, так или иначе, это не надолго, мы с ними попозже справимся. Тогда здесь перерасчитывается сила, но вот здесь, ух, вот с этим все не очень хорошо. Но я думаю, очевидным решением будет, по крайней мере, в краткий срок, это заключать союзы и получить себе этот союзник. К примеру, Базилеса, Византийская, звучит очень неплохо, и у нас есть еще здесь также возможный союз, тоже мы смотрим по союзу, есть король Моравский, есть король Альба, то есть в Шотландии. Ну, к отландцам тоже у нас будет союз. И знаете, как мы можем решить наши проблемы, по крайней мере, пока что? Ну, причем союз с самым сильным поддерживающим членом, и именно мы будем, так сказать, союзником. Возьмем дочь этого вассала в свои жены. В принципе, это, по идее, должно действительно решить часть проблем наших, ведь у нас получится союз. А, и нас зовут, да, там еще какая-то война мерзкая, ужасно. Ну, нам придется согласиться. И сюда тоже зовут. Кажется, там союзники в минус нам работают. Ну ладно, я надеюсь, они сами справятся. Самое главное, что мы вот здесь выбили самого большого вассала, нужно еще кого-то выбить. Потому что вот эти два уже не получат власти. Нужно что-то сделать с этими. И вот оно, требование претендента. Ну, что я могу сказать? У нас куча союзов, и по идее, по идее, мы должны со всем этим будем справиться. Так что мы ему не потерпим угроз и призываем наших союзников. Еще забавно, что мы можем призвать членов нашей династии. Можем просто позвать короля Восточной Франки какой-нибудь, либо принцессы Баварии. Мол, помоги нам, мы дадим им признание. Хотя, а почему мы... Да, мы вернулись лидерство династии, прекрасно. Помоги нам, мы за это тебе дадим немножко признания. Чем мы потеряем свое. Согласиться? Что ж, я считаю, что тогда мы не можем это проиграть. В принципе, я бы сказал, что это даже неплохо, то что они все встают, потому что я, скорее всего, смогу их всех в тюрьму посадить. И либо выпустить их за какие-то обещания, то есть получить на них хуки и с этих хуков что-то получить. Либо деньги, либо просто куча ужаса, что все мне нужно. Ведь я только-только стал на престол. У нас, к сожалению, кстати говоря, принц-наследник стал регентом, и он немножко сместит силы. Но, по идее, мы скоро вырастим. Не так много осталось. Надо чуть-чуть дотерпеть, и будет норм. Ну и вассал даже пока еще не успевает объединять армию. Мы уже свои. Прям их неплохо перехватывать до каких-то больших битв. А к нам еще присоединятся. О, и вот мы можем взять какой-то перк к тебе. Окей. Я думал, из тех, что у нее, но нет вообще. Из тех, что есть. И сдержанность, если говоря, хороший перк. Это, конечно, мне бы нравился и цинизм, и... Потому что здесь интрига есть. Я бы хотел попользоваться интригой. И справедливость, потому что здесь управление и мнение вассалов. Но сдержанность, наверное, самое хорошее. Это и здоровье, и управление, и самое главное, добродетель. Так как мы католики, нам очень важно иметь добродетели. Вот и армия моих союзников прибыли. Теперь можно провести генеральное сражение с тем, что осталось вот этих чертовых неверных вассалов. Наш придворный врач решил втирать нам какую-то дичь. Только он вообще хороший. Блин, он хороший придворный врач, и я не буду его увольнять. У него очень много ученостей и перков. О, вот захвачен ценный узник. Посмотрите, как его мы поймали. Можем сразу его казнить. У нас есть законный повод, это не будет тирней. Но я думаю, нужно что-то с этим другое сделать. К примеру, пока что я, наверное, просто получу за это влияние. И надо понимать, что он еще раз выйдет, если неправильно показывалось красным, наши. Он выйдет, он вернется опять в тюрьму, по идее. Для того, как мы победим. Что будет достаточно скоро. И мы сможем еще с него что-то потребовать. Так, и у меня уже появляется какой-то обидчик. Но мы с ним разберемся. Мы запомнили его, как вырастим, разберемся. О, садо есть, и мы заплатили еще и артефакт. Летопись дома Шалон. Смени васселов. Ну, чуть-чуть полезно. Так, покидают фракции, они могут присоединяться к фракциям. Сажаю ли я их в тюрьму? Да, я сажаю их в тюрьму. И получаю ужас. Это то, что мне и нужно было. И мы можем решить, кто мы, так сказать. Выбираем свой гендер. Ну, нет, мы все-таки будем обычным-обычным мальчиком. У нас всех 26 узников. Плохо так набрали. И мы можем качать все наследие. Следующее. Я думаю, закачаем мы вот до сюда праведность. Так что идем вот сюда. И смотрите, можем мы получить переменчивость. Конечно, это даст минус управлению, что неприятно. Но это очень хорошая сила сопротивления происка. Ну, дипломатия и интриги тоже полезны. А это очень хорошо. Потому что мы в очень опасной позиции находимся. И нашепленник бежал. А можем ли мы? Да, у нас есть возможность заключить его в тюрьму. Так и сделаем попозже. Ну и что мы делаем? Я думаю, те, кто может себя... Те, с кем мы можем поменять, наверное, договор. Те, кто мы выпускаем за... Раз такие... За влияние. И с ним мы меняем договор. То есть делаем вот так. Будем выжимать их досуха. Различных рыцарей и вассалов. Наших вассалов мы просто выкупаем. В итоге получаем солидные деньги. Неплохо. В общем-то, достаточно удачно закончилось восстание. Получили мы всякие плюсы по договорам. Конечно, некоторые договора все еще у нас не изменены. Но в целом достаточно позитивно. Позитивно. Плюс еще деньги зафармили с узников. И положили уже в улучшение своих домиков. Я вижу, тут у нас имеются язычники. Вот тут. Я бы, наверное, пошел их и покарал. Тем более, что у нас есть бесплатный орден. Как приятно. Я тем временем выучил итальянский язык. Это мне поможет. Надо поучить еще языки. Например, окситанский. У нас будет много окситанских. У меня еще два можно выучить. И у нас здесь выбор между таких себе перков. На самом деле есть прихоти, есть лень и есть малодушие. Мне не нравится малодушие. Она дает минус отношения с культурой. У нас много культуры. И в общем, это военное дело доблесть. Конечно, это помогло бы нам неплохо. Но выжить, так сказать. Но это такси. И лень, очевидно, очень плохо. Так что остается лишь здесь прихоти. Что в принципе так себе. Но ладно. Естественно, ужас неплохо. Интриги неплохо. Управление и меня вассалов грустно. Но что поделать. Кстати, заодно мы сможем скачивать с крючка. Что нам поможет, я думаю, тоже. Мой дядя удерживается против боли. Его пленил другой чел. Теперь стал моим новым рекингом. Теперь он бескористный персонаж. Это как будто неплохо. Хотя мне кажется, он сейчас передумывает у него отношения так себе. Хотя ну-ка, а кто он? Он охотник за славой. Ладно, может он его сместил и будет нормально исполнять свои должности. Посмотрим. А, и дядя на свободе. Он выпупил себя. Он обратно? Да, он вернулся обратно. Ну, че люди еще? Чеще еще два годика и нормально будет. Здесь мы почти добили их. Они сейчас, скорее всего, опять пробуют сбежать. Но, в общем-то, эту провинцию мы захватили, считается. Это интересно. Ну, ладно, ладно. Мы никогда не проситим этого. О, они хотят купить еще один городок. Это очень, кстати. И мы захватили Матагю. Я так понимаю, да, они были на самом деле больше, чем одна провинция. И он строит ее на одной провинции. И он хочет укрепиться еще больше регентом. Сколько осталось? Один год. Один год. Пока он не на пятерке, мы еще можем его сместить. Но до пятерки осталось не так много. Я думаю, мы скажем нет, конечно же. Надо все-таки держать с этого еще пониже пока. И у нас появляется перепись. Прекрасно. Я тут исследую мод, тем временем, чтобы домик капать. А перепись позволяет нам построить еще один домик. А значит, что в Париже скоро появятся фермы. А еще мы наследовали кучу земель, потому что у нас умер какой-то родственник. Причем действительно случайно. Вот он, да, я так понимаю. Да, наш дядя. Я оставил после себя наследников, увы. И вот, сросление, правление. Я знаю, что мы в гости и большего. Всего лишь бежалей мы хозяй с ней. Да, это грустно. Король Пин, теперь ты мужчина. Мне спать к мнению. Ага, понял. Ну что можно сказать про это наше образование? Оно очень слабое. Ну и так, иначе пойдем, конечно, вот сюда. Потому что нам нужно сейчас побольше домен иметь. Так что мы точно идем вот сюда, вот сюда. И у нас там была помолвка. Это выглядит не так, что я хочу видеть от своей жены. Так что спасибо за союз. Но на этом закончим. Мы можем сделать союз с поварской королевой. Собственно говоря. А почему нет? Вот это нам помогает. Она хочет союз. Мы карлинг. В принципе, она тоже карлинг. Проблем не вижу. Это и союз хороший. И получается, наши дети у наследуют оба королевства. Шикарно. Я те времена изучил окситанский язык. Надо еще теперь изучить. Я думаю, верхний немецкий. Но я думаю, нам надо сразу поехать поучиться. Видно. Потому что у нас проблемы имеют с образованием. Чем лучше мы его сделаем сейчас, тем, собственно говоря, лучше. Конечно, нам нужно безопасно ехать. Прежде чем учиться. И взять с собой библиотеку знаний. Мы сейчас с собой книжечку уязвим. Так как мы пока еще не слишком, скажем так, богатые, то у нас и стоит это все не так дорого. А доходы у нас есть. Так что приятно. Значит, мы можем получить денежки за свадьбу сюда. Ну и начинаем учиться. Нам нужно успеть три раза обнуть образование. Что, в принципе, реально, но тяжело будет. А еще смотрите, как папство, кстати говоря, выросло. Действительно очень сильно. Мы можем еще попросить у него золото. И да, черт возьми, я попрошу у него золото. И я получил еще один пиклопит наследствия. Кстати говоря, блин, видите, вот это лес. Я бы не хотел ладить лесом. Потому что в лесу вы не можете построить норм домики, увы. Как бы не совсем то, что хотелось бы иметь. Так что я это отдаю. А вот здесь, очевидно, хочется иметь. Здесь вот вообще можно построить еще и, видите, торговый порт. Вообще шикарно. Так, я получил два очка, но я не получил левелап образования. Это грустно. Ну ладно, острик можно взять с собой. У него хорошие статы, полезно. Я получил книжечку на престиж и управление. Нормально. Там Бавария нужна помощь. И говорят, там религиозная война. А значит, я могу помочь с орденом. Это всегда хорошо и удобно. А еще мы сходили на охоту. Потому что мне тоже надо развивать какие-то другие перки. Чтобы и арвасалов было получше мнение, и пафки-то получать. Можно меч сингальского народа. Я и думал, это будет фигня. Но так как у меня никакого нету. Блин, доблесть один и воплощение сухожих от славы. Очень слабо, очень. Лучше было бы никакой. Дороговато. Я думал, хотя бы чуть-чуть будет побольше доблести. И война закончилась. Шикарно. У нас, кстати говоря, уже есть дочь. Но наш последний игрок это принц. Увы. Все еще не... Человеки не сместили с власти. Но почти справились уже. Прекрасно. Сместили. Так бы сразу. Или мой князей епископ продавался плоским утехам. Распутство блуд. Это ваш священник, как говорится. Помните, там кто-то сбежал из тюрьмы? Так вот. Пора возвращать. Ну, ну нет, ладно. Это будет плохой идеей. Кто-то хочет меня убить. Это уже страшно власти. Ну, мы арестовали его. Теперь с него будем выжимать что-то. Наверное, было бы неплохо сделать вот так. И узнать, может, за ним какой-то секрет. Но так как я не могу с ним поменять договор уже. Я уже менял. Ну, просто выкупаем его потом за деньги. И нас вызывает Луи Третий на поединок. А я скажу нет. Потому что не слишком-то и сильный персонаж. Увы. Ну, давайте сбегаем в паломничество, скажем так. Миренное, конечно, чтобы подешевле было. Нам нужно собрать и благочестие, и плюс получить трейд-паломник. Мы еще и получили большой палец Святого Николая. Нормальное. У нас все хотят на поединок вызвать. А я не готов. Увы. Для меня решилось покушение. Наш соперник и тайный советник. Подожди, наш? Нет. Это было бы очень интересно. Можно попробовать его убить. Но вряд ли так получилось. В любом случае, мы сейчас будем насторожить. И вряд ли нас переубьют. Но это опасно. Ой, наш наследник-игрок, дядя, может сесть в тюрьму. Он тоже совершил какое-то преступление. И вот его хотел бы в этой тюрьме сгноить. Потому что меня не устраивает как наследник. И мы выигрываем эту войну. Скорее всего, получаем, я думаю, за это еще ужас. Так и есть. То есть, прекрасно вообще. И можем теперь с ним делать что хотим. Но празднить его не хочется. Разрель для твери рода это так себе. А вот это вполне себе. Может еще и секреты какие-то узнаем. А теперь бросаем в подземелье. Но он на пороге смерти сразу встал. Увы. Какая жалость, какая жалость. Так. Теперь нам наследует вот этот чел. Он нам тоже абсолютно не нравится. Что мы с этим можем сделать? Я, кстати говоря, понятенее. Нам нужно как-то дойти до дочки. Не знаю. Видимо, они хотят дочку. Потому что мы сами. Ну, мы мужчина. И типа наследник тоже должен быть мужчиной. Нам нужно родить... У кого-то сына. Наверное. Либо вот между вашими детьми. У нас предпочтительно. Это странно немного работает. Ну ладно. Нужно визуалину в Фландрии. И захватить здесь герцог. Созвучит как хорошая идея. Тем более, что это до Юрия наша как раз таки Франки. Давайте, наверное, сделаем вот это. Плодовитость возьмем. Может, еще здесь возьмем. Но нужно быстрее от последников поделать. А еще можем потом истязание по приколу взять. И, в принципе, еще что-то потом поделать из тайных. Как раз и скажем. Я получил еще одну дочь. Это, увы. Наша королева умирает. И... Теперь... Одна моя дочь правит Баварий. А другая Италий. Это интересно. А мы, кстати, могли бы... По идее... Ну, я не вообще уверен, насколько это реально. Да, но это реально. Ну, кстати говоря, берем правильность. Теперь у нас у всех здесь мнение. И еще мы можем одно время с двумя. Сделать какие-то хорошие происки личные. Хотя у нас будут малые шансы на детей. Но можно как минимум попробовать. Тем более, что я взял эти плейси. Еще вот здесь возьму. И, надеюсь, что-то должно как-то перегрыть. Тут, конечно, 40 лет. Но в 40 еще в теории возможно. А я теперь понял еще один момент. Если эти дочки умрут, то я у наследую Италию и Баварию. Это же еще круче. Да, мне срочно нужно делать больше наследников. Так или иначе. Или я могу сделать вот так. И заявить права на титул. И так или иначе сам получить их. Тоже как вариант. И там появляется восстание. Я думаю... Второе нужно сделать вот так. Все-таки. Да. И плюс герцогста Фландрикс. И достаточно большой герцогста. Меня радует то, что мы его получаем. У меня появляется еще одна дочь. Блин, а можно сынофей как-то? Это не то, что я хотел бы. Ну ладно. Мы тоже самое сделаем с Баварией. Хотя тут что происходит? Война за разделение. Давайте сначала... А, мы не можем, да? Потому что мы не союзник. А если мы не союзников, то нам будет не очень приятно это делать. Смотрите. По идее, если мы делаем вот это... Мы просто получаем претензию. Не обязательно на ее. Делаем вот так. А дальше справимся. А вообще, что я могу сказать? Ну это можно было бы подвижить текущую серию. Мы неплохо так укрепили собственное государство. Самое главное доходы. Собственную армию. Но самое важное. У нас теперь есть очень хорошие претензии на Италию, на Баварию. Мы в следующей серии сможем починить себе эти два королевства. У нас уже есть дочь-наследница. Она имеет претензии. Ну, прям сейчас как будто нет. Сыновья получают претензии, я так понимаю. Но, в теории, если каким-то образом все остальные дети нашей жены пропадут, скажем так, из линии наследования, то именно наша дочь в теории будет наследовать. По крайней мере, в теории. И самое интересное. Здесь-то, ребята, тоже есть наследие. То есть эти, это две сестры. Следовательно, если здесь тоже что-то произойдет с королевой и наследниками, либо если мы разойдемся с этой сестрой и заключим брак с другой сестрой, что звучит очень странно, но в средневековье, что можно сказать, то наш ребенок может наследовать и здесь. Но, в целом, наверное, было бы проще все-таки как-то... Да, все-таки как-то объединить сначала и потом наследовать сразу обе. И потом как-то получить. В общем, это примерно такие у нас планы. С вами был ДопКейм. Обязательно подписывайтесь, если вы еще друг не подписаны. Лайк, комментарий, твич, корот, бусте. Все, как обычно. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok